Батислав, ты хороший парень, наш еврейский. Тебя не видно там, далека тебя никто не рассмотрит. Ты никому не нужен по большому счету, так что не волнуйся за это. Я тебя познакомлю с хорошими еврейскими ребятами в Украине, они тебя возьмут в бизнес и у тебя все будет в порядке. Твоя задача, ты все-таки же еврей по национальности, после холокоста у нас большие потери, мы должны это компенсировать и на тебе лежит, как говорится, ответственность как еврейском мужчине произвести потомство. Ты должен сделать хотя бы троих детей. Ты справишься с этой задачей? Я тебе помогу. Я тебя познакомлю с Моней Майманом и с Ромой Купером. Ты попадешь хорошие руки. Тебя там постригут, побреют, помоют, оденут. У тебя хорошие мозги, ты все-таки москвич, хорошее образование получил, закончил, закончил экономический факультет. Да? Я правильно говорю? Ты на экономиста заканчивали на кого? Тебе найдут применение там. У тебя все будет нормально. Я тебе обещаю. Ты согласен или нет? Переехать в Украину. На фронте тебя никто не заберет, не волнуйся. Ты будешь в ТУ. В общем, короче, подумай над моим предложением. Вот. Я прошу Моню Маймона. Он сказал, что он всем поможет, кто остался без работы. Вот. А помочь это значит, чтобы они стали... Значит, если я Владислава посылаю в Украину, значит, он должен стать долларовым миллионером, не меньше. И найти хорошую еврейскую девочку. Я возлагаю на Моню Маймона большие, как говорится, надежды на Рома Купера. Помогите этому еврейскому мальчику, чтобы у него все было хорошо. Как я хорошо сказал за тебя? Тебе нравится? Ну, а я говорю, надо думать о будущем. Кому война, кому мать родная. Так, они скоро закрываются. Короче, это видео я пошлю Моне, Роме Куперу, чтобы ты попал, как говорится, в хорошие руки. Это большая митсва. Кстати, Рома Купер, чтобы ты понимал, он когда-то закончил на Равина. Так что поверь мне, что он поможет сделать все как надо. Все будет кошерно. Аминь.